добрый вечер друзья вот буквально несколько часов можно сказать осталось до начала приема заявок на лотерею green card и когда вы будете в самом центре так сказать самой лавине вот этого процесса то есть где-нибудь середине октября я в это время поеду на север ну не не к северным оленям как в песне поется а поеду я к блогеру сергею из штата мичиган мишиган и произойдет это таким образом я приеду со светом и не вместе мы приедем в среду вечером это будет 12 число в среду вечером мы приедем в чикаго совсем ночью почти за ночуем в отеле и соответственно четверг и пятница у нас будут для всяких дел в чикаго то есть мы погуляем по городу и у нас тут что-то пару интервью на разных радиоканалах вроде бы так получается и нет еще времени точно но мы встретимся с нашими зрителями кто захочет подойти вот так что там какой-то сейчас договариваются о зале где-нибудь на пятницу наверное на пятницу не знаю еще в какое время вот наверное имела бы смысл ближе к вечеру эти люди работают и что-то ну не знаю чем как получится и после чего мы опять за ночуем и в субботу утром отправимся на другую сторону ось озеро мичиган чикаго стоит на озере мичиган мы поедем так снизу объедем с южной стороны там через штат индиана я так чувствую мы там зацепим немножко никогда не было в индиане вот писать надо сказать что и в мишигане тоже него так что поедем мы туда и на берегу озера мы там сняли гостиницу с хорошим видом маленьком городке сан-джозеф и там недалеко живет в 20 минутах значит сергей вот и мы так будем значит какие-то какое-то время мы с ним проведем посмотрим там местные достопримечательности там как раз идет ну виноград уже вот к этому времени снимут вот персики уже раньше отошли но будут яблоки вот мы поездим по яблоневым садам погуляем там винодельни идут с такой интенсивностью что можно сказать крепб это самое наша винная долина тут может позавидовать но я так вот утрирую но во всяком случае представьте себе что вот там растет виноград казалось бы вот вот там до канадской границы рукой подать растет виноград делают вина винодельня одна на другой мы съездим на ферму так план такой был с сергеем где он когда-то начинал там история сергея была такова вы можете посмотреть у нас с ним видео висит интервью есть плейлист называется интервью с блогером и вот там есть сергей из мичикана и он рассказывал как он однажды за приехал так поработать там на ферму ну а дальше там любовь морковь все дела и вот он значит там так и живет с тех пор мы поедем на ту ферму в общем так погуляем посмотрим хотели заехать в музей стареньких грузовичков студебекеров это героическая машина военных лет и до военных тоже вот так что просто отдохнуть немножко погулять на недельку все это мероприятие будет и потом значит я уже вернусь вот а вы наверное все уже отправите свои заявки на green card лотерею кто будет играть а может не все я знаю что есть люди которые заполняют самый последний момент так интересно думаешь вроде а чоп тебе это не заполнить там день 20 числа нет вот прямо заполняют через два часа все закончится вот он садится заполнять такие тоже есть не за может быть они замок замотались или думают что так успешнее будет не знаю может приметы какие у людей во всяком случае у нас сейчас октябрь будет таким месяцем знаете как было слово раньше месячник у нас будет на канале месячник значит green card лотереи люди будут задавать вопросы там кто знает и не знает будет отвечать я соответственно буду пытаться отвечать на письма которые там с историями жизненными из тех кто выиграл из тех кто играет из тех кто думает играть не играть то есть мы так этой теме дадим зеленую улицу при том что и остальные тем мы тоже не забываем что там у нас и стройка идет и тут школьные дела у меня завтра как раз с утречка новая группа чудо не так посыпались то вроде перерыв такой было тут как посыпались но это я завтра с утра буду ехать на работу расскажу значит вот такие у нас планы поэтому если вы интересуетесь насчет того чтобы там чикаго подойти и потусоваться там все вместе ну я думаю какая-то комната будет нам говорят что вот в украинском центре можно сориентовать комнату я не знаю что такое украинский центр не знаю где находится и не знаю что там за комната но во всяком случае вот как бы там с пониманием относятся и готовы предоставить что само по себе очень трогательно вот значит что еще сказать я скажу время точнее конечно можно можно будет подойти там говорят что это комната до 100 человек вмещает я не думаю что нам там нужно у нас так столько соберется приятного стан студентом ведь много на самом деле в чикаго вот в каждой группе наверное там человек 5-6 онлайн вот так что если только студентов собрать уже была бы там толпа такая небольшая за те пять лет что мы этим занимаемся вот ну что еще вот такая новость мы пока готовимся мы в принципе там все заказали билеты заказали гостиницы заказали но уже по мере того как мы будем лететь по мере того как мы будем там куда-то ходить мы конечно все заснимем у нас будет так сказать вот чикаго нашими глазами мы были проездом но так чтобы действительно несколько дней так у нас такого не было мне не случилось тем более погода такая вроде ничего еще не холодрыга такая нормальная осенняя погодка градусов так 15-16-17 цельсия вот только яблоки собирать вот самое самое но в общем да мы сходим на open house и мы договорились там по воскресеньям в тех местах где сергей живет значит там open house и мы договорились что мы там на парочку троечку сходим я посмотрел на до всяких веб-сайтов почем там домики знаете там такие маленькие городочки идут вот один другой так переходят но там не прямо так вот немножко с расстояниями но во всяком случае в этих городочках домик такой вполне вроде бы ничего домик но вот начиная там может быть даже от 80000 то есть там и меньше есть но это я уже не рассматриваю но вот 1080 100 120 уже целый такой домик вот так что мы пойдем посмотрим ну а подробности уже подробности в наших видеосюжетах я только вот немножко озабочен будет ли там интернет вроде вроде отеля я не знаю так мы не звонили не спрашивали заказывали в онлайне но я думаю должно быть нормально там да судя по цене отелей даже то чтобы быть нормальный интернет я не знаю вот но в крайнем случае от сергея будем загружать вам видео я просто знаете как человек битый круизами на круизах там десятку в день берут за интернет а скорость мне напоминает знаете вот это вот дайлап там середины 90-х когда все так через через телефончик шло и через модем вот примерно примерно с такой скоростью там все это работает у нас файлы большие но в общем может они специально чтобы люди ходили там на круизе венца попили вместо того чтобы у компьютера сидеть может быть в этом есть коммерческий смысл так что друзья я с вами на сегодня наверное уже прощаюсь и как бы мысленно с вами с теми кто заполняет все эти аппликейшены и как сказать участвует в лотереи какие-то надежды питает в этом отношении так что мы мысленно с вами я понимаю что это волнительный момент и если что-то серьезное то мы мы всегда здесь на подхвате а если там вопросы по анкетам и так далее я извиняюсь я есть ничего знаю я я напишу но поскольку я мало чего знаю то с меня в общем-то лично с меня толку мало я хочу сказать что все-таки пользуйтесь формам говорим про вес очень многие вещи светланы каф в своих видео рассказывала ну и алекс раевский тоже в нашем видео часовом я я даже не знаю если где-то я не видел чтобы кто-то так подробно рассказывал в течение часа там вот и так далее плюс я же ему еще вопрос там задавал наводящий там и так далее и в общем я я думаю это это наверное лучшее и из того что есть на интернете хотя безусловно безусловно не это не это видео не даже весь форум говорим про с не может ответить на абсолютно любой вопрос который может возникнуть пойти вот есть такие вопросы на которые вообще не поймешь чего даже и сказать а адвокатов слушаешь они еще и противоречиво говорят там и так далее поэтому гораздо сложнее все оказывается чем вроде вроде бы может показаться там а если я из деревни такой-то такого-то района такой-то области писать ли мне вообще что мне писать но на самом деле я припоминаю что как раз алекс раевский на эту тему там рассказывал поэтому в общем я я буду очень приветствовать если те кто знает больше поделиться своими знаниями и воздержаться от каких-то там наезды друг на друга что-то тоже бывает мне мне не хочется никого банить и удалять тоже там дворник чтобы ходить там все это удалять так что в общем призываю к порядку счастливо